Силовики нагрянули в жилищный комплекс Европейский. Объектом внимания следователей стали сразу два офиса местной управляющей компании. Предполагается, что ее сотрудники оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Оттуда уже изъяли необходимые документы. Все подробности в сюжете. Конфликт между жителями поселка и его руководством случился в конце ноября. Семья Жеребиных возвращалась на машине домой, когда охранник закрыл перед ней шлагбаум. Сказано, что кто-то сказал. Я живу домой. От гребна Адемина. Адемина это кто? Это управляющая Адемина. В связи с расторжением договора управлением общим имуществом коттеджного поселка от 17 августа с 15 ноября запрещается въезд любых автомобилей, которые приехали по адресу Австрийская 29 к собственнику данного дома Жеребина Натальи Викторовне, включая автомобиль самого собственника. Собственнику и его членом семьи не запрещен пеший доступ на территорию коттеджного поселка Европейский. В случае нарушения данных требований, вы вправе вызвать группу быстрого реагирования службы. Вызвайте службу для реагирования. Супругам пришлось простоять под воротами около трех часов, пока не приехал участковый. При этом в доме у семьи перекрыли воду. Глава семьи Сергей считает, что таким образом руководство поселка решило им отомстить за то, что они расторгли договор с управляющей компанией. По словам мужчины, он не раз высказывал претензии за некачественное обслуживание поселка, но на жалобы якобы никто не реагировал, а в квитанциях появлялись сомнительные пункты. Например, ежемесячная оплата аренды туалета для охранников. При этом Сергей утверждает, что в момент расторжения договора платить управляйке не отказывался, лишь хотел урегулировать финансовые вопросы. Представитель организации объяснила, что изначальной концепцией закрытого поселка была не только сдача домов под ключ, но и полное обслуживание этого поселка. Мол, жители покупают только дома, при этом земля и коммуникации, на которой они находятся, изначально принадлежат застройщику. Тем временем семья Жеребиных с ноября живет абсолютно без воды. И это несмотря на то, что суд уже встал на их сторону. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведется следствие.